с утра душа еще намерена исполнить все что ей назначено с утра не все еще потеряно с утра не все еще растрачено привет друзья с вами светлана дианова и я рада приветствовать вас на своем канале пыль посвященному проекту для и и бы и жизнь прекрасно мое сегодняшнее утро началось именно так со множества планов которые нужно было непременно воплотить сегодня в субботу 4 сентября 2021 года но во-первых на сегодня у нас было намечено очень важное мероприятие это финисаж нашей выставки вышитых картин проекта жизнь прекрасна библиотеки читальни имени александра сергеевича пушкина на котором ожидалось очень много гостей финисаж был запланирован на два часа дня а до этого мы еще должны были успеть снять очередную серию нашего кино сериала сокровища леди бель ну и о чем вы думаете будет эта серия ну конечно же о пушкине о пушкине в пушкинской библиотеке как звучит то красиво правда и хотя сам александр сергеевич никогда при жизни не был в этом историческом здании с нашей помощью сегодня он здесь все-таки побывал и не один а со своей любимой женой наталья гончаровой но об этом конечно же вы узнаете свое время когда эта серия увидит свет а сегодня с самого утра я поехала за ирины сухановой замечательным дизайнером вечерних платьев которые не только помогла нам с прекрасными нарядами костюмами для героев вот этой серии нашего кино но еще и сама исполняла роль на собственно наталья гончаровой и все у нас вроде получилось со съемками слава богу и мы уложились в отведенное время пришлось конечно очень постараться и все актеры у нас получились ну просто загляденье да и все остальные участники съемок тоже а потому что финальную сцену этой серии мы снимали с участием всех желающих гостей которые пришли на наш финисаж ну собственно об этом и будет мой сегодняшний репортаж в общем смотрите сами дамы и господа я очень-очень рада вас всех сегодня это здесь видите огромное спасибо что собрались сегодня пришли на наш финисаж на наше торжественное мероприятие которое посвящено выставке вышитых картин проекта жизнь прекрасна для тех кто меня не знает я представлюсь меня зовут светлана дианова я автор и создание проекта жизнь прекрасна и сегодня моей большой радости в этом зале присутствует очень много участниц нашего проекта жизнь прекрасна я о каждой я обязательно сегодня скажу и у гостей нашего финисажа сегодня будет возможность знаем лицо наших участниц пообщаться лично с девочками которые создавали эти прекрасные шедевры я не побоюсь этого слова шедевры искусства потому что на создание каждой такой вышивкой картины уходит месяцы и даже годы ежедневного кропотливого труда мастерицы вышивки дело это не быстро но дело это очень увлекательно девчонки подтвердят все кто все кто увлечены вышивкой это действительно заставляет огромную огромную радость и в результате мы создаем вот такие вот прекрасные картины которые являются точной копией картин известных художников постановок классической живописи которые вы можете увидеть в самых разных музеях ведущих музеях мира а здесь в библиотеке читателями александра сергеевича пушкина у вас есть уникальная возможность увидеть эти картины можно сказать вживую собранные в одном месте и я каждый раз когда мы делаем выставку я делаю такое такое математическое упражнение математический подсчет сколько нужно лет чтобы вышить все картины которые на наших выставках представлен так вот чтобы вышить вот эти картины которые здесь представлены на этой выставке а мы завели всю библиотеку первый этаж на первом этаже можно видеть наши картины и на втором этаже два зала за этими нашими картинами так вот нужно 36 лет и сделать более 9 миллионов стежков ну то есть если бы одна мастерица вышивала эти картины и потребовала полжизни практически на то чтобы создать такую красоту но поскольку в нашем проекте нас много и мы создаем большое большое количество мастериц создают эти работы от выставки к выставке у нас экспозиции меняется но не полностью какие-то картины у нас меняются добавляются все время новые картины то соответственно мы можем себе позволить не тратить 36 лет показывать все новые картины на наших выставках анастасия михайлово настюшина здесь три картины представлены она очень большая мастерица у нее прекрасные полотна буквально предыдущие выставки была картина в саднице брюлова картины очень жили любит вышивать такой детской тематике с детишками животными но я уверена что еще одна на последующих выставках вы увидите виктория макаренко хочу отдельное спасибо виктория потому что века неизменно помогает нам на всех наших выставках а сегодня друзья мои специально для нашего мероприятия века сделала на всем большой сервис большой подарок она вышла вот такую прекрасную картину посмотрите в пушкинской тематике вышла и оформила как написано она назвалась татьяна посмотрите какая какая чудесная чудесная получилась картина может быть вику можно будет даже принять вышивание пушкинский может быть спасибо еще сегодня мы снимали кино и специально для этой серии века сочинила на нее есть не зашло вдохновение иначе как пушкин помог она сочинила стихотворение посвященное нашей выставке и мы сегодня по окончании вот этой торжественной части мы сегодня будем доснимать эту последнюю сцену и все кто хочет принять участие в нашем фильме со стихотворением которое придумала сочинила виктория макаренко пожалуйста отзывайтесь и попадете в историю две замечательных мастерицы две подруги тоже участницы нашего проекта это Надежда Караченко и здесь вы можете видеть везде прекрасная работа голландский город да правильно как называется голландский город это вот в том зале такая картина голландской женственности очень очень красивая такая живописная улица голландская и неизменная неизменная поддержка Надежды Ольга Ольга у нас не не вышивает но она занимается шитьем и она мастер петчворка делает совершенно потрясающие вещи тоже выставляется на выставку со своими работами чтобы такие мастерицы золотые ручки собрались еще у нас здесь Малиночка Сёмина с мужем Малейом Сёмина Олег явился вдохновителем сценария для нашей серии кино о Пушкине и Натальи Ленчаровой который мы сегодня снимали вот прямо перед нашим миссажем Олег тоже принял участие в съемках одну из ролей исполнил а Марина не сделится наша замечательная участница нашего проекта здесь вы можете видеть его картины нежные объятия больше года да Марина шивала эту 8 месяцев вот это к тому что длинный трудный сложный непростой процесс еще среди знакомых не лиц здесь на этой выставке я очень рада приветствовать Галину Галла Краспус поэт и писатель с Галиной знаете это вот так связь некая с Галиной не поэт и не писатель любительница ну Галина Галина скромничает есть несколько книг которые она написала замечательно совершенно удивительная история с Галиной мы познакомились в Тургеневской библиотеке вот так же случайно на нашей выставке и вот сейчас в Пушкинской библиотеке да то есть мы идем просто вот по таким значимым значимым историческим местам и я очень рад Галин вас здесь видеть и в этой библиотеке тоже спасибо 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 огромное вот это то что касается участие нашего проекта и самая интересная и вкусная такая часть нашей сегодняшней нашей сегодняшней мероприятия мы привезли вот такие вышитые шляпки это шляпки заготовки вышивальные делают участницы нашего проекта замечательный мастер Галина Гончарова автор народного карнавала создала вот такие замечательные шляпки целую коллекцию шляпок эта коллекция у нас была показана в Манеже 19 августа на конкурсе театр шафл и по просьбе участниц Пушкинского клуба мы сегодня для нашего специально привезли эту коллекцию шляпок чтобы у вас тоже была у всех у каждого гостя была возможность почувствовать себя моделью сделать дефиле может быть фотосессию в понравившейся шляпке и у нас здесь есть тоже дизайнер Ирина Суханова если захотите она может показать вам мастер-класс как правильно ходить по подиуму все было по сложному вот ну а потом у нас после фотосессии будет прогулка гостей по выставке и доснимаем вот наше кино те кто хочет принять участие со стихотворением Виктории извиняюсь за долгое выступление хочу передать слово Наталье спасибо дорогие друзья уважаемые гости во первых огромное спасибо за то что вы нашли гейна у вас было желание посетить эту замечательную выставку этот замечательный выставочный проект сегодня несмотря на превратности погоды на все ее капризы мы собрались в этом уютном чудесном белом зале нашей библиотеки отдельные слова благодарности инициаторам проекта и в частности с вами Диановой очень здорово что мы нашлись и хочу сказать что потрясающий проект потрясающие работы согласитесь со мной очень гармонично смотрится в интерьер этого старинного особняка дом имеет богатейшую историю вообще если заглянуть в прошлое то первое упоминание о нем датируется еще в 1774 год конечно дом перестраивался первоначально он был выполнен идеей и выглядел совершенно по-другому и даже находился чуть ближе к дороге по красной линии да вот такие интерьеры которые сохранились сейчас вы их видите это уже вторая половина девятнадцатого века свое такое вот внутреннее убранство приобрел при представителях династии мамонтовых замечательных меценатов да водотворителей и промышленников и купцов дом этот меня владельцев но в основном он всегда принадлежал купеческим рукам Пушкин здесь скорее всего не было но Пушкина конечно этот дом имеет отношение какое по инициативе Московской городской думы в тысяча к столетнему юбилею со дня рождения Пушкина власти Москвы приняли решение учитывать народную аудиторию считания длинни вот такой подарок москвичам сделали городские власти первоначально библиотека располагалась с ним тоже немецкой освободили чем немецкой освободили и вот Александр Сергеевич родился в этой местности да в это помещение библиотека переехала еще до 1912 году первой попечительницей этой библиотеки была старшая дочь Александра Сергеевича Мария Александровна Гартуг ее портрет висит здесь у нас поле вы можете посмотреть вот это я рассказываю историю для того чтобы заинтересовать вас и те кто впервые в этом особняке или может быть уже был но не посетил наши замечательные экскурсии приходите у нас в месяц проводится очень много и тематические в том числе и мы рассказываем о судьбе представителей династии Мамонтовых и о Марии Гартуг такие общие обзорные экскурсии есть и тем более интересно что вы видели здесь чудесные картины которые украсили эти стены и составили представление об истории Думы ну а теперь чтобы сохранить официоз нашей сегодняшней встречи я позволю себе зачитать благодарственное письмо от руководства библиотеки итак благодарим Академию Народного Искусства России в лице Виктора Петровича Пензина он к нам подъедет и автора проекта «Жизнь прекрасных» Светлана Яна за организацию проведения выставки вышитых картин работа участниц выставочного проекта экспонировали в зале библиотеки в августе-сентябре 2021 года для истории представленные картины вышли по произведениям известных художников вызвали неподдельный интерес учитателей гостей библиотеки о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы на ваши книги да работа участников выставки невероятно гармонично смотрелись в интерьерах наше читание и поражали зрителей высокотехничным и мастерскому исполнению желаем инициаторам проекта вдохновения успешной реализации творческих и незасекаемой энергии спасибо вам огромное спасибо 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 как это приятно я со своей стороны я выражу мнение всех участниц нашего проекта огромная огромная благодарность за такую замечательную площадку вы совершенно правильно сказали что здесь картины себя чувствуют как дома очень гармонично они смотрятся не как выставочная экспозиция а как часть интерьера да потому что очень красиво гармонично они смотрятся потому что классика да и старинные особняки это всегда очень здорово так что огромная огромная благодарность очень нам здесь у вас понравилось и очень хорошие отзывы очень много откликов очень большой интерес вызвала наша выставка у нас ключей и гости столиц так что спасибо спасибо огромное и еще хотел сказать чтобы нам только что присоединилась еще одна участница нашего проекта прошмыгнула ее картину вы можете видеть на первом этаже это картина боярышня а участница нашего проекта мастер-прышивки Алла Шишкина и по его картинам в нашем проекте даже на этой выставке есть несколько картин которые которые вышивальщицы вышивали по картинам мужа Аллочки замечательного художника современного художника Андрея Шишкина я очень люблю его картины он пишет прекрасные картины в основном такой славянской тематики которые очень близки душе и сердцу и здесь вы можете видеть две картины вышитые картины художника на первом этаже это такая картина вы помните и если обратили внимание у нас единственный портрет мужской на выставке это гвардеец такой вихоль в шляпе молодой человек это тоже картина художника видите как сложилась судьба наверное так что мы и Аллу нашли познакомились вовлекли в нашу увлекли вовлекли и Аллочка уже который год уже второй или третий год является активным участником наших проектов наших выставок и уже выставляет и свои картины так что картины ее мужа висят рядом с картинами живи вышитыми вот такая вот уже интересная история чудеса случается потому что жизнь она прекрасна и Юлю тоже отдельно хочу поблагодарить я имела счастье присутствовать на одной из встреч вышивального клуба пушкинской библиотеки который организовала вдохновила это было просто просто замечательно спасибо спасибо огромное слово Юлия я организатор клуба пушкинки который уже почти два года собирается в этих красивых прекрасных стенах мы очень рады были что наши библиотеки стали проходить интересные выставки в том числе выставка все работы которые представлены здесь многие некоторые из них даже решили попробовать свои силы в вышибке таких вот многоцветок здесь такие скажу о себе что я на такие работы не скоро смогу попробовать но тем не менее восхищение вызывает огромное что здесь соединился необыкновенный вкус необыкновенная красота и огромный кропательство потому что рассматривать каждый вот этот стежок который ты не с радость смотришь на работу и ты тебе не веришь что это вылечивка но тем не менее это есть и они так как это продукты человеческих рук они несут в себе тепло необыкновенное тепло и вдохновение дают Светлана так же бывала в нашем клубе ей тоже им все очень понравилось мы приглашаем всех вышивальщиц которые здесь присутствуют к нам в клуб у нас очень интересный клуб пообщаться поинтересному на правах рекламы мы расскажем немножко о конкурсе который проводит наша библиотека совместно с лабораторией фантастики это конкурс вышивки в стиле стимпанк стимпанк это такой интересный стиль не только в литературе но и в одежде в дизайне в котором вдохновлен правой энергии 19 века на данный момент дизайнерами и производителями наборов нарисовано уже множество схем в этом жанре поэтому мы решили вот такая идея создать именно такой конкурс нас поддержали фантастики это сайт о фантастики один из ведущих в нашей стране русскоязычный сайт фантастики и они подготовят даже призы также у нас преди члены жюри писателей из Санкт-Петербурга Нелла Айтсмит из Тулы Анна Семироли Оксана Витловская из Екатеринбурга также нас поддержала актер и музыкант сыгравший одну из ролей фильмов «Крустальная скрипка» Михаил Нахимович ну и некоторые принять участие конечно чтобы принять участие нужно подписаться на нашем страничке в инстаграме и там подробно описано что работа должна быть выполнена не более чем 50% поставить наш хэштег механический ИСП и публиковать естественно свои работы мы посмотрим оценим законченные работы я отправлю членом жюри для выставления оценок для подведения итогов призы будут как книжные так и вышивальные да это будет равномерка нарезки к схемам сами схемы ну и книги от авторов которые являются членами нашего жюри Молодцы стебакт это это очень эффектно это всегда очень эффектно и стильно да измечательное кружево и чугуна вот эти очки головы дирижабли шестеренки это все очень интересно и это главное это всегда узнаваемо это всегда ярко и очень вдохновляемо здорово спасибо огромное спасибо мы тоже приглашаем те кто решили решиться вышивать многоцветки приглашаем в наш клуб в наш проект «Жизнь прекрасна» да отлично спасибо большое у меня к вам вопрос вы хотите мастер-класс того как ходить по полу шляпки прямо на минутку просто пользуясь такой уникальной возможностью потому что Ирина Суханова она потрясающий мастер дизайнер она шьет вечерние платья вечерние наряды совершенно потрясающие и она сама часто ходит по подиуму и учит моделей как правильно это делать так что Ирина теперь любую шляпку и нарядную шляпку прямо в крайне пройтись самый основной принцип хорошей модели любой модели мы все у нас нет ни у кого фэшн параметров мы все обыкновенные красивые женщины поэтому самая основная задача мы показываем не себя а мы показываем авторскую одежду или авторский аксессуар поэтому он всегда на вас этот аксессуар всегда наденет автор то есть вот как он себе представляет как это выглядит да вот автор на вас надел если вы считаете что он надел его задом наперед или с этой стороны вы выглядите лучше чем с этой оставьте это при себе автор надел шляпку так как он на вас ее видит вот и когда мы собственно выходим на подиум служебный роман все смотрели да как ахиджа говорит вся скукожится вся затяжется это не наша история в нашей истории походка свободная от бедра здесь все свободно вот собственно основные принципы мы не спорим с автором и мы не показываем себя мы показываем шляпу несколько приемов очень некрасиво когда ноги вот так мы становимся толще вот так поэтому в любой точке да ножки у нас очень красивые очень эффектные чтобы они стояли по одной линии и когда вы делаете проход сложно но тем не менее представьте что вы идете по досочке или по канату кому что ближе да ножки ставятся одна перед другой одна перед другой свободно как ахиджатов рассказываю от бедра но главное и тогда фото тут всегда поймает так что ноги у вас всегда будут бедра будут красивее выглядеть это первое все больше никаких принципов нет это первое и один раз как мы идем выходим на подиум и делаем для фотографии точку как модели говорят да сделаем точку наши задачи показать шляпку если у меня красивая точка вот так это никому не интересно я должна встать так чтобы шляпку было не видно дальняя рука показывает шляпку ближняя рука показывает красивую так вы показываете все в общем для того чтобы выглядеть стройнее есть прием который называется пластическая операция мужчины вы не слышите да слышим только мы мы стоим к фотографу допустим фотограф точно у меня по подругу поворачиваемся к нему в три четверти а плечи разворачиваем так и тогда вот здесь становится в профиль а здесь становится анкласс и получается вполне себе замечательные фотографии все очень и спасибо огромное огромное удовольствие видите мастер кажется все так просто попробуй повторить но у вас у всех есть возможность повторить так что я я приглашаю вас выбрать себе шляпку еще скажу пару слов о наших шляпках эти шляпки вышивки сами заготовки вышивали как я уже сказала участницы нашего проекта это не многоцветная вышивка это просто обычная вышивка цветочные мотивы и наша коллекция называется маленькая искусница и мы действительно собрали здесь разные цветочные мотивы и шляпки эти приехали из разных городов России у нас есть шляпки из Красноярска из Умьяновска две шляпки даже приехали из Испании вот так что вот и Ирина Гончарова у нас создала вот такие прекрасные образы вот посмотрите из самых обычных пляжных шляпок что-то она с ними сделала такое невероятное как-то днула и вот посмотрите какие получились прекрасные прекрасные вещи тут есть вот это например вышивка глади тут не только крестик так что выбирайте шляпки которые вам придутся по душе которые вас позовут и я надеюсь у нас тут есть замечательный фотограф он вам поможет с фото сессией пройдитесь по бодиуму сфотографируйтесь получите удовольствие и рассмотрите конечно как это может быть мне кажется что в принципе такие шляпки вот такое приглавное характер вышивки да это может сделать каждый при желании при желании каждый приглашаю тогда сейчас на такое небольшое шляпное филе да может быть здесь какие-то вопросы вот самое главное спросила какие-то вопросы может быть у вас есть по нашей выставке может быть что-то что-то еще заинтересовало что-то еще рассказать завтра у нас последний день работы наши выставки так что сегодня спасибо еще раз огромное всем кто сегодня пришел можно сказать уже последний вагон уходящего поезда наша следующая выставка где мы представим наши картины будет проходить в даниловском ивент холле это там будет международный салон с 9 по 12 сентября потом некоторые наши работы будут представлены на формуле рукоделия и с 1 октября и до конца года мы будем выставлять наши картины в галерее печатники это объединение выставочные залы москвы ну и потом у нас тоже уже много расписано следующих выставок будет видослинский музей будет московский дом национальностей ну вот пока такие такие планы а мне было рассказать о том что вы вышиваете сейчас мы все а я я сейчас вышла картину дорогой гость это по картине художника оскар оскар афрейгер это показать то не начало очень красивая жанровая сцена в русском народном стиле то есть сюжет этой картины заключается в том что богатый купеческий дом приехал дорогой гость в дорогой одежде в дорогом убранстве там сундук с дорогой там огромное количество деталей очень сложная конечно для высших картина но потрясающе красивая в русском народном стиле вот в стиле а если вы обратите внимание на картину тут Алла Шишкина русская красавица внизу которая сидит в кокошнике возле печи с изразцами вот примерно такой же яркости картина сидят за столом подчую гостья там какими-то там напитками винами разносолами сзади естественно это боярские палаты очень красивый свод расписной стоит иконка горит иконка за спиной в общем потрясающая такая картина и у нас есть как бы параллельный проект в нашем проекте вот как раз сегодня мы снимали кино мы каждый раз придумываем какие-то сюжеты обыгрываем либо обыгрываем события ну вот как пресс-события вот сегодня мы обыгрывали события то что у нас выставка была в Пушкинской библиотеке ну была и идет и по сюжету фильма у нас там появляется Александр Сергеевич Пушкин сам собственной персоной Наталья Гончарова и вот они как бы из прошлого попадают сюда в настоящее иногда мы обыгрываем сюжеты связанные с самими картинами потому что каждая картина которую вы видите здесь на этой стреке каждая картина которую мы обшиваем она конечно же имеет свою историю свою собственную историю и историю может быть изображенных персонажей а также историю которая может быть родилась уже в процессе вышивки связанная с мастером вышивки поэтому вот к чему я это говорю что по этой картине дорогой гость у меня есть идея тоже снять отдельное кино надо найти какие-то боярские палаты надо найти вот этих вот купцов прекрасных да одеть их в богатые купеческие одежды и собственно тоже снять такую историю так что это не просто вышивка это будет еще и история еще вопрос а чем вы работаете когда вы выбираете сюжет для своей вышивки как вы выбираете картину которую вы будете вышивать для меня в картину надо влюбиться вот когда ты смотришь на картину и ты влюбляешься в нее настолько что понимаешь что ты не можешь жить больше без дальше не можешь жить больше без этой картины пока ты ее не создашь своими собственными руками и действительно вот очень правильно было сказано что если стоять перед каждой нашей картиной всегда чувствуется тепло рук тепло души и та эмоция которую мастерица вышивки вкладывает ведь это же происходит на протяжении нескольких месяцев иногда нескольких лет и в плохом настроении ты не сядешь за вышивку да и ты как бы зашиваешь туда вот эти свои эмоции свои мечты вот кто-то слушает аудиокниги какие-то картины они просто просят например когда я вышивала вот эту вот читающую девушку меня просто потянуло перечитать я слушаю ее книги я переслушаю Тургенева я просто всего Тургенева переслушала она сама попросила хочу Тургенева и вот ну действительно потом она как раз в Тургеневской библиотеке впервые была представлена вот сейчас в Пушкинской библиотеке еще оказалась поэтому надо влюбиться в картину каждый свой сюжет чем хорошо когда в проекте много много участия у каждого свое и когда все это собирается вместе получается здорово правда и каждый может свое найти зритель потом тоже ведь каждый приходит и выбирает свою любимку как мы говорим да даже иногда бывает что одни и те же картины или ну на разных выставках вот Вика в частности сегодня моя любимка такая вот она там на настоящей выставке нет вот и у нее там другая картина стала любимой тоже все тоже от настроения зависит поэтому как-то так наверное так у всех вы же тоже все влюбляетесь сюжет вот вот такая такая история и если кто-то мы кого-то вдохновим если наш проект может вдохновить вас приходите в наш проект жизнь прекрасна я оставлю здесь свои визиточки можете взять кому интересно у меня есть свой youtube канал называется бэйл но это сокращение от ляри и бэйл ну да жизнь прекрасна да название нашего проекта и на своем youtube канале я очень подробно рассказываю всех наших выставках о вышитых картинах я рассказываю дружественных нам проектов потому что мы очень много с кем сотрудничаем мы тоже стараемся поддерживать другие проекты там частные музеи дизайнеров тех же дизайнеров одежды это все прекрасно потому что мы делаем совместные проекты да вот когда мы снимаем фильм допустим есть идея один человек предложил идею да там мы предложили ну как бы свои картины да вот дизайнеры нам помогают с костюмами площадки где мы выставляемся предоставляет свою площадку для съемок и когда вот этот пазл собирается получается очень здорово увлекательно и всем интересно и мы тем самым мы помогаем и другим проектам тоже быть узнаваемыми рассказываем о них может быть тоже какие-то из этого родятся новые истории да хорошие так что это такая большая-большая хорошая история на самом деле и чем больше людей мы объединяем чем больше мы даже вот увлекаем гостей можно сказать да тем лучше наверное для всех потому что идеи возникают иногда самые разные и ниоткуда казалось бы да ну что-то вот раз кто-то подал идею спровоцировали а давайте вот это организуем а давайте и возникает что-то очень интересное таким образом спасибо за вопросы очень будет интересно порассуждать а как вы перекладываете картину которая понравилась потом на вышки для этого схемы есть дизайнер дизайнер это отдельное искусство тоже очень непростное потрясающе я второй раз вот Светлана приглашает меня на выставку вышли в картину знаете это вот я в шоке потому что каждая картина она не просто написана она когда ты смотришь что она вышита она становится теплой вот масло когда ты смотришь на картину ты понимаешь ну она там заставим но это масло ос а вот когда она вышит особенно меня например потрясает габереновая вышивка выпуклая она становится как будто это затканное полотно и я в шоке от труда который вложен и от того насколько теплые получаете душевные картины в общем примите мои самые не знаю восторженные слова потому что это здорово я представляю сколько труда у меня мама вышивает крестом я представляю сколько труда как все говорят мастера а тебе не сложно столько оборок делать а тебе не сложно столько крестиков мы все понимаем что это медитация мы да свою душу медитируем в то что мы делаем но когда ты видишь результат конечно я преклоняюсь просто вам огромное спасибо за красоту которую вы делаете спасибо большое спасибо спасибо удивительная история произошла пока с Ириной ехали в машине идея вот идея велась совершенно классная потому что Ирина совсем недавно освоил ну отнесите недавно да начала осваивать вышивку прикладного характера на одежде поскольку Ирина дизайнер очень изысканных вечерних туалетов она сейчас занимается как это называется Ленивильской вышивкой это вышивка крючком специально когда Ирина начала об этом раз получается просто потрясающе допустим платье да мне вот плечо вот таким образом когда Ирина начала рассказать у нас на выставке есть картина маркиза за вышиванием она же не иголками вышивает она как раз делает Ленивильскую вышивку это картина 17 века но она сидит если вы присмотритесь она именно специальным крючком делает вот эти цепной этаповый стежок то есть эта вышивка тоже уходит корнями в далекое прошлое и видите как интересно вот у нас уже есть сюжет для очередного кино мы как-нибудь это обыграем эту маркизу из 17 века современную вышивку да как это в современном сейчас в современных платьях в печальных туалетах можно использовать так что вот пожалуйста идея которая взялась просто неоткуда но это замечательно потому что любая вышивка хороша и вот Викулина в качестве я скажу пару слов потом Вика вышивает и делает прекрасную работу в технике капинской вышивки так что все хорошо что вам по поводу картины во первом дорогие единомышленники здравствуйте хотела бы вам пожелать вдохновения сил радости энергии улыбок всем-всем потому что от того ощущения от того состояния в котором мы находимся и наше творчество оно расцветает когда нам хорошо когда у нас хорошее настроение все картины в частности которые мы вышиваем они светятся они начинают сиять поэтому вот всем я бы хотела пожелать всего самого-самого хорошего и отличного отличного настроения дерзайте кто еще не попробовал кто не попробовал многоцветку обязательно стоит попробовать присоединяйтесь Светлана это очень добрый очень душевный человек девчонки которые с нами в нашем проекте замечательные все они обязательно помогут советам они обязательно вам расскажут если у вас возникнут какие-то проблемы или какие-то вопросы но я думаю что проблем не возникнет ни у кого все кто начинает заниматься многоцветной вышивкой ну по крайней мере еще на сегодняшний день мы не слышали ни одного плохого отзыва да Света правда ведь все радуются все довольны все восхищаются восхищаются не только тем что получилось у них что они могли вышить а тем что они видят то что творят другие люди которые вот рядом с нами я хочу сказать что благодаря Свете вот я попала в этот проект с ней со своей первой многоцветной картиной которую он решит до сих пор я ее обещаю очень скоро вышить я надеюсь в конце 2022 года на видео ну ничего обещаю зато Вика у нас была уже и в кино и снималась она была Августой это портрет Августа вы можете видеть на первом этаже а Вика ее играла в одной из серий нашего кино точно и вот каждый раз что-то меня вдохновляет вот правильно Света сказала на каждой выставке у меня вот какая-то картина она притягивает она манит это действительно так и есть потому что вот я прихожу я вижу мне кажется она смотрит на меня в прошлый раз это была художница которая на холсте пишет свой автопортрет но она просто была бесподобная она меня не отпускала я стояла возле этой картины я не могла на нее наглядеться то есть мне казалось что она вот смотрит в моих глазах и она что-то хочет мне рассказать она что-то хочет передать она живая и это действительно так еще на одной выставке вот маркина за вышивание потрясающе эти круги настолько вдохновляют вдохновляют на вышивание естественно и вот в этот раз Пушкинская библиотека благодаря видео Светланы я посмотрела видео когда приехали в Пушкинскую библиотеку собственно Аллочка ходила по лестницам я увидела эти интерьеры я видела ее восторг этот задор в глазах этот энтузиазм и я здесь вот первый раз я думаю что многие здесь первый раз и когда я увидела на видео я поняла что вот что-то вот что-то мне хочется сделать но еще не могла понять что в этот же день после этого видео я начала просматривать работы вышивальщиц ну у нас есть сайты там разные группы совершенно неожиданно совершенно случайно то есть это было не специально я увидела схему вот этой вот картины и поняла что этой схеме нужно быть ей нужно быть в нитках и она должна быть в рамках проекта подарена в библиотеке имени Пушкина так это подарок в твоей библиотеке это подарок в библиотеке там Юля Юля принимай подарок и какая красота ну да ну да ну да ну да очень хотелось бы чтобы на пальце снялась эта картина очень здорово это было сюрпризом даже для меня Вика ты просто сразила на помах это для меня был сюрпризом потому что я не знала на моментах просмотр про видео что какая умница как здорово не пропустите ее где-нибудь помесь да там это вдохновение я к чему что любой человек может вдохновиться на все что угодно благодаря вышивке творчество это такой процесс совершенно спонтанный совершенно неожиданно и он состоит на склон любого человека то есть вот мы живем живем не знаю мы идем по улице увидели какое-то дерево проезжающую мимо машину и вот что-то у нас щелкнуло да наверное как и в создании обежды идеи-то они приходят сами по себе мы не можем им управлять это такой интересный процесс и вот после вышитой картины ну то есть в процессе когда я вышивала на меня снизошло озарение так еще одно озарение которое наверное это можно не снимать не-не-не давай давай прочитаю а дальше будем снимать кто захочет себе выбрать какую часть этого стихотворения ну естественно посвящается непосредственно этой выставке поскольку в стихотворении здесь картины которые представлены здесь пушкинской библиотеки Москва 2021 Олегин Пушкин Вы и я картины книги гости пресса сегодня собрались не зря сквозь миллиарды поколений искусство вышивки храним полотен дейных отражений мы в нитках чудеса творим в умело вышитых картинах увидим детские мечты пейзажи виноград виноград в корзинах портреты редкой красоты фантазии фантазии мирном открывать красавица в волшебном сне что сницей о чем мечтаем в цветочной чуткой тишине и так волнительно тревожно покой нарушить той что спит смотреть мы будем осторожны морфей морфей смиренно магдалина в зоре лучины отблески мерцают в искусно выше там зори ей ангел землю освещает такой живой взгляд гондины роскошно дамы в голубом прелестный образ катерины в корсаже модном золотом прекрасный стан августа и милых блеск алых банков в волосах тепло голубки с изокрыл неловко в девичьих руках красавец франк гвардеец браво мечтой и отдали окрыл там на улыбка взгляд рукавый наш славный кавалер влюблен маркиза тут за вышивание играет скакату-коты художница за рисованием роняет на холсте следы придворных фрейлин обаяния с императрицей во главе ногой в стоическом молчане годиво едет на коне девица в волнах кириновина юна с собой хороша в огнистых облесках каминов читает книгу не спеша свежо безлюдно безмятежно перед опушкой пруд лесно дорога в детство нас неспешно уводит летние тропоны мы вышиваем и мечтаем шедевры новые тваря Москва 2021 картины пушки вы и я лед брау 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 спасибо вам всем еще раз огромное девочек которые являются представляют наш проект я вам всех представила я приглашаю вас еще раз пройтись по нашей выставке постоять перед какими-то картинами может какая-то картина особенно вас позовет остановитесь перед ней почувствуйте это тепло потому что это действительно картины очень теплые с очень богатой и большой энергетикой и знаете когда мы делали выставку в госпитале Вишневского военном госпитале Вишневского это была выставка для персонала и пациентов было очень много отзывов когда говорили вы знаете ваши картины исцеляют они лечат души людей иногда когда ты чувствуешь что жизнь прекрасна наш концепт нашего проекта жизнь прекрасна заточен и нацелен на то чтобы каждый человек уходя с нашей выставки уходил именно с этим ощущением жизни прекрасна вот поэтому наслаждайтесь мы будем очень рады вашим отзывам в нашей гостевой книге мне самой лично эта встреча принесла мне много хорошего но самое главное вот мы говорим выживаем выживаем это у нас вот этот труд он нам так помогает восстанавливаться от всего вот эти женские пальчики которые работают значит тяжелые какие-то работают какие-то домашние работы и когда мы начинаем вот это выживать совершенно мы уходим в другой мир абсолютно другой мир у нас все это переключается тут у нас в голове настолько что это совершенно иная получается жизнь это мы себя мы себя лечим этим вообще вылечиваем свою психику вылечиваем свое здоровье свое состояние которое так нужно необходимо чтобы нам жить вообще жить в этом сложном мире в котором мы сейчас живем и вот я вам очень благодарна Светлана за это вот то что вы мне встретились я даже никогда не думала чтобы я занималась вот этой вышивкой да вообще никогда нет вообще даже я тут же тут же начала вышивать мне это очень сильно помогло помогло моему здоровью поэтому я хочу вам сказать что у меня вам признательность всем вышивателям я преклоняюсь пред вашим трудом вот я там написала только могла написать вот я написала я преклоняюсь перед этим трудом вот как какое это надо иметь какое надо иметь желание какое трудолюбие чтобы сидеть и вот это это такой труд изящное изящное вот это вот вышивание такое я просто и вот Светлана Диановна в знак благодарности за предоставленные радости мгновения которые долгое время будут длиться в душе от созерцания работ вышивальщиц действительно это так да мы уйдем а все еще внутри у нас это живет да и нас еще сподвигает вот сплоченных в единое творческое объединение благодаря вашим организаторским качествам и вдохновителям творческих идей вот я Светлане говорю она просто вдохновитель вот этих идей вот они проехали и уже они чем-то вдохновились это конечно это надо иметь изощренность ума чтобы раз 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 это связать вот это выживающество с вашей работой которую вы сейчас это конечно потрясающе вот а здесь стихи посвященные моей Ане Ахматовой спасибо это просто черновичок такой вот это говорит а это я хочу вам вот я просто молодец какая написать такие стихи она какая умница какая умница это вообще умница вообще я хочу вам это подарить и а это тоже вам подарю это мое еще стихи 30-ти летний дат я здесь вот лично здесь про любовь сейчас уже про любовь не пишу потому что возраст другой а это вам спасибо вам дарю вам эту книжечку потому что вот эта книжечка нестекая вороги вы знаете там написано вот я возьму на секунду да да покажите дело в том что такая вот книжечка она там можно в интернете найти это Галла Красна забивается и там везет но смысл того что когда я стала об этом писать сейчас такое тяжелое вот время да а мы русские мы сильные смотрите какие женщины наши отработают дом потом сидят вышивают потом что-то делают какие мы сильные женщины это же у нас а это идет из полном веков вот эти какая-то вот эта вышивача глубокую древность уходит в нашу русскую да и вот то что вы чем вы живачица занимается сейчас это знаете это исконно русская вообще традиция исконно русская традиция вы ее притворяете привозите как говорится объединяете искусство запада и искусство российское языками родних или магия русскости в живучем корне русской земли и это вот наша вот ваш ваш этот вот труд вышивачица это тоже наша русскость вот терпеливость терпеливость во всем русский человек он очень терпелив вот ваш ваш труд это и есть то что останется после ухода да и чтобы ваши дети ваши все потомки вот и чтобы они понимали насколько мы русские богатые внутренним своим содержанием преклоняюсь перед вами перед теми женщины какие вы прекрасные работы это просто очень интересно кстати шляпку и жилет калит сделала сама так вот 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 я хочу вам всем представить ольга хельпакова главный редактор журнала джула древо драгоценности и путешествия человек невероятно увлеченный она такой же как и мы и вышивальщицы и дизайнеры одежды вот она настолько в своих камнях увлечена что это просто невероятно у меня на канале есть интервью которое мы делали с Ольгой где она очень интересно рассказывала о своем увлечении и показывала да если кто-то смотрел наверное спасибо огромное и очень рада что вы сегодня приехали на нашу выставку надеюсь что наши костели вам понравятся я еще раз обязательно еще раз с большим удовольствием окунусь конечно не только то что я видела на интернете я первый раз на вашей выставке вот уже как сказать задела за живой потому что в свое время мы все когда вяжем вышиваем стремимся что-то вот прям повторить невозможное что-нибудь невозможное повторить вот внутри у каждого человека есть вот он чем-то восхищается и желание повторить невозможное да вот самому прикоснуть само ощутить вот это невозможное это очень сложное занятие вышивание где-то маленькое такое может быть вам будет смешно случай с моей дочерью все в школе в домогост как по-разному это все воспринимается так по-разному это подается да вот заставляет вышивать там крестиком еще что-то такое в школах в домоводстве немножко наверное не так преподают или что-то я покажу у меня дочь значит сидит с пяльцами ей лет одиннадцать когда там да вот и значит вышивает и у него такие слезы катятся я говорю значит Кристина что с тобой она говорит мама с каждым стишком чувствуешь что жизнь уходит вот я ей сказала не надо тебе бушевать у тебя другое предназначение наверное в общем я ее ужалила вот но сама когда знаешь что ты делаешь то что ей хочется и когда хочешь что-то достичь ты даже забываешь дышать иногда да то есть мы все кто нам через это прошли когда ты понимаешь что ты падаешь в обморок на самом деле от того что и понимаешь почему вдруг забыл дышать в этот момент да вот и это как сказать у нас мы мне кажется сейчас немножко другое поколение растет но да оно не знает все таки в советское время как ни странно все таки давали вот эти вот принципы духовного эпохи возрождения да чтобы в человеке были как мы не будем говорить про это время да но воспитание было того что в человеке все должно быть прекрасным и он должен через себя это выражать ощущение прекрасного вот и что он должен заниматься и тем этим как глубокое возрождение он должен быть спортсменом и ну то есть и воином там женщина должна быть читать разбираться в философии каждый человек да и уметь руками работать и уметь разговаривать и уметь говорить и писать и в науках еще разбираться то есть все вместе должен быть во всех случаях прекрасен вот и вот вот само понятие в то время в 15-16 веке когда родился в понятие интеллигенция да гуманизм интеллигенция когда человек должен не только зарабатывать деньги быть профессионалом в своем деле но еще что-то в себе искать внутри себя постоянно постоянно познавать этот мир не только деньги зарабатывать и совершенствоваться в мастерстве но еще познавать мир и свое восхищение постоянно еще во что-то материализовывать в результате очень многие за счет хобби именно занятие хобби сделала вот этот слой понятия интеллигенции когда ты не только профессионал не только знаешь когда в твоем деле отражается и знание и умение и твое вдохновение эмоции твои личные эмоции вот это стремление воплотить оно все вот так концентрируется вот и данная вот я с Светланой Козырковой когда она мне стала показывать вот это сообщество я думаю боже мой вот это вот люди разных профессий начинают этим заниматься и достигают совершенства и ставят перед собой очень высокие задачи воплощения вот и конечно русская наша вышивка северная вот вышивка все это искусство у нас всегда в России было очень сильным и если в Европе этим занимаются короли то да понимание что такое вышивка да то у нас занимались ну в любое социальное так сказать положение женщины вышивки потому что это поистине божественное королевское такое искусство когда человек закончил свои дела заботы еще что-то иначе заняться сон и то что сохраняется и последний у меня вот как-то тоже не как ну вопушевки не как бы я ко мне не занималась но думаю это то самое современное цифровое приближение только из глубин веков когда свет подается через точечки да все собирается картиной через эти пиксели маленькие это первое 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 на самом деле это цифровая технология вот совершенно и поэтому ум человека который вышивает он немножко глобальнее чем вот просто человек который делает дела свои вот поэтому я восхищаюсь потому что ты за этим стишками да ты понимаешь что ты должен передать там свечение камня еще ни кисточки ни краски художнику тоже но ты еще повторяешь за кистью за этим сам передаешь не то что можно смешать цвета да а вот этими вот добиваешься этого свечения игры вот то баркер то шелк то камни поэтому я конечно и Светлана во первых благодарность за интервью ей подарить свою книгу драгоценные ступени это я ей не подписала не успела а вот мы сейчас этим зайдем потому что книга это просто потрясающе если давай покажем просто мне когда Оля показывала эту книгу я была в полнейшем восторге она собрала тут самые разные камни по регионам российским и по ну она не по регионам по чем нет просто это больше двухсот участников книги и коллекционеры и разграничники то есть помимо всего что ты пишешь статью ты ее иллюстрируешь работами но пока вы здесь можете полистать да конечно российские это потрясающее здание даже через иллюстративный ряд можно представить что из себя камень представляет и как его подают разные художники а если его хватит сил то узнать каждого художника проследить его линию а если еще хватит всего то посмотреть что каждый ребенок представляет 10 лет 10 лет вот практически как мы тоже кропотливо вышиваем и снежочку вот так же Оля собирала камушек камушку сортировала классифицировала получилось просто уникальное здание это тут еще сложно потому что ты еще не только с нитками умеешь делать со своими руками и глазами но еще и умеешь с людьми а люди это порой чаще чем твердые камни капризные вот так что оставим Светлана во-первых опять за вашу энергию и то что уметь открывать людям мир заново как бы вообще в таких друг друга открывать на самом деле мне кажется подвиг этих людей вот таких как Светлана это открывать людей друг другу это самое сложное потому что мы не видим за нашей жизнью друг друга мы смотрим туда что нам показывает телевизор или что нам еще вещать а друг друга сейчас и сегодня убедать и выразить благодарность друг другу восхищение этого дорогого стоит спасибо огромное спасибо ну торжественная часть у нас подошла к концу примеряйте шляпки фотографируйте шляпы и проходите по нашей ваше 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 и да и ваше ваше а цен Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!